Донбасс 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 Руслан, вопрос к вам, как к человеку, живущему в Украине в Киеве. На ваш взгляд, прошедший 2016 год сблизил позиции конфликтующих сторон на юго-востоке Украины или наоборот отдалил их? Я думаю, что все же он отдалил. И главный фактор здесь даже не ситуативная эскалация воевых действий, а главный фактор все же время. Время приводит к тому, что люди привыкают жить без друг друга, жить в рамках тех систем власти, которые сформировались. Этот временной фактор, он, конечно, отдаляет людей в значительной мере, формирует новое молодое поколение со своим опытом, без отсутствия совместного какого-то опыта. Поэтому, безусловно, отдаляет. Руслан, много в последнее время говорят о минских договоренностях, о переговорах и прочих вещах. Но вместе с тем хорошо известно, что, как говорят, якобы украинская сторона всячески торпедирует любые формы переговоров с Донбассом, с республиками. В качестве очередного, говорят, пишут, по крайней мере, об этом аргумента, почему, дескать, украинская сторона не садится с ними за стол переговоров, потому что Донецк присылает им боевиков на переговоры. В частности, этим боевиком называют руководителя администрации главы Донецкой республики Максима Лещенко. Можно ли вообще договориться, вот если занять такую позицию? Ну, я считаю, что вообще ключевая проблема этих переговоров, это их непрозрачность. И мы до сих пор не знаем настоящую позицию ни одной из сторон. Кто меняет эти позиции, кто бы саботирует, мы этого не знаем. И самое, мне кажется, такой простой, примитивный даже путь к разрядке конфликта, это обеспечение прозрачности диалога в рамках минских переговоров, чтобы всем было, обществу было понятно, кто почем и за что стоит. Ну, что касается определений каких-то юридических, мне кажется, с этим сложно. В Украине принят отдельный закон, напомню, в котором обещана амнистия всем участникам конфликта на востоке Украины. Он не вступил до конца в силу, то есть некоторые статьи его не вступили в силу, он вступит в силу после выборов. Но там обещана амнистия всем участникам, так же, как амнистия была всем участникам Майдана. И поэтому, мне кажется, не стоит разбрасываться какими-то ярлыками там, где нет для этого никакого смысла. Мы все слышали, что, в общем-то, наблюдается обострение обстановки на юго-востоке Украины в эти дни как раз. И вот по этому поводу, может быть, мой вопрос будет вам задан. Оппозиционный блок требует от Генеральной прокуратуры и Службы безопасности Украины дать, как они пишут, правовую оценку высказыванию секторя Совета национальной безопасности и обороны Украины господина Турчинова относительно блокады Донбасса. Он призвал к блокаде. Вообще, он очень резко высказывается. Такое впечатление, что он целыми днями там на передовой сидит. Так вот, ранее он выступал за жесткую экономическую блокаду Донецкой и Луганской области. Вот у меня наивный вопрос. Генпрокуратура и СБУ удовлетворят требования оппозиционного блока или нет? Ну, для оппозиционного блока это тоже надо понимать. Пиар, прежде всего, попытка выиграть какие-то баллы в глазах своего электората, который сконцентрирован на востоке и на юге Украины. Но я думаю, что ничего оппозиционный блок здесь не дается. Потому что все же позиции Турчинова намного сильнее. Более того, и само заявление, и контрраз заявление, это в какой-то мере информационные симуляторы. Потому что полная блокада Донбасса, она длится уже более года. По специальному поставлению правительства. То есть пересечение товаров и людей, возможно, на определенных блокпостах и в очень ограниченной номенклатуре. Фактически ручная кладь. На территорию Донбасса попадают только специальные гуманитарные конвойи международных, низких международных организаций. Нужно о какой еще больше блокаде вести речь. Ну, не пускать людей пересекать линию границы. Ну, может, это имел в виду Турчинов. Но я думаю, что Турчинов пытается тоже перед своим электоратом, в свою очередь, выиграть определенные баллы. Радикально, патриотически настроенные части общества. Руслан, и комментарии с лентой. Я хотел вас по традиции попросить прокомментировать. Пишет Ирина Исаченко. Ну, тут вначале идет не совсем цензурное. В общем, нехороших людей хватает везде. А Тавакова и Порошенко надо же как-то отвлекать. Сегодня вот Турчинов старался, чуть не разорвало его по эфирам и каналам. Но надо же еще. А то квартиры Азарова заканчиваются. Из этих отвлекающих маневров уже какую-то мексиканскую дуэль можно выстраивать. Турчинов отвлекает от Порошенко, Ляшко от Турчинова, Лещенко от Ляшко, Наем от Лещенко, а Порошенко от Наема. Я нечто подобное видела в артхаузном фильме «Шот бас. Не при детях будет упомянуто». Фильм я не видел, поэтому ничего не могу сказать по этому поводу. Но как прокомментируете? Действительно создаются такие постоянно информационные в Украине симулякры, которые отвлекают внимание. Но дело в том, что все равно эти симулякры, они связаны с состоянием желудка. И пока желудок не пуст еще в украинцах, они работают. Если ситуация будет ухудшаться, никакое информационное отвлечение не будет работать. Поэтому это все-таки в какой-то мере игры в рамках очень ограниченного поля. Руслан, огромное спасибо за это интервью. Как всегда, четко, ясно, все по полочкам. Спасибо, всего самого доброго и до новых встреч. До свидания. До свидания.